Мы его опять перепишем, здесь вот для красоты, было коротко написано, мы его опять перепишем, перебросим вот это вот бесконечное произведение направо. Тогда оно приобретет непонятно какой вид. Произведение, взятое по n больше граммой киньце, 1 плюс u в степени n минус 1, v в степени n, 1 плюс u в степени n, v в степени n минус 1, пока все понятно, равняется сумма по всем целым z, вот той самой штуки, u в степени m квадрат минус m пополам, умножить на v в степени m квадрат плюс m пополам, и умножить на обратную к этой функции. Вы помните, что это такое? Умножить на сумму выражения вида p от в степени k, v в степени k. Сумма берется по всем неотрицательным числениям. Так, господа, давайте сейчас, во-первых, поймем, ну, эту отличие, опять же, я не буду объяснять, опять же, кто понял тогда, кто не понял, кто не понял, просто поверьте, что это так. Давайте сейчас поймем, что называется, о чем здесь речь, что такое комбинатурное произведение этих штуков. Для этого, так, Коль, пожалуйста, покажи, там есть картинка с векторами, чуть-чуть промотай вверх, чуть-чуть. Вот, 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 очень важно, очень важно, я хочу, слева на доске. Нужно сейчас их понять, и у нас, честное слово, все получится легко. То есть, о чем здесь называется разговор? Мы будем представлять себе точки на плоскости. Вот, смотрите, Ум будем отсчитывать, показатель при, будем отсчитывать по оси ординатуры. Показатель при степени В будем отсчитывать по оси ординатуры. И в таком случае, когда n равно единице, то у вас будет какой вектор? 0,1. То есть, здесь вот 0, здесь 1. Когда n равно двойке, у вас будет 1,2. Потом у вас будет вектор 2,3. Вектор 3,4, 4,5, и так далее, и так далее, и так далее. У них у всех абсцисса на единицу меньше, чем ординат. Это на картинке, я не знаю, как, что это за эти вектори, который более сверху. Видите, да? Там 0,1, он вертикальный. Он такой красный, вертикальный. Вот потом следующий, 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 и так далее. Замечательно. А здесь, а здесь он наоборот. 1,0, 2,1, 3,2, 4,3, и так далее. Заметьте, пожалуйста, ничего такого сверхъестественного нет. И когда вы перемножаете, а не знаю, там, у в степени А, в степени Б, умножаете на у в степени А большое, в В степени Б большое. Что на самом деле происходит? Вы получаете у в степени сумма умножить на В в степени сумма. То есть, фактически, у вас складывается вектор А, В с вектором А большое-Б большое. Если вы перемножаете несколько таких штук, то у вас складывается несколько векторов. Значит, мы пришли к такой ситуации. Слева, здесь вот, фактически речь идет о представлениях в точке какой-то на твосписе с неотрицательными координатами, то есть точность координатами Х, в виде, вот мы хотим получить поражение, У в степени Х, В в степени И, 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 в целом, неотрицательные числа. Так вот, когда у нас здесь бесконечный скобок написано, каждый раз мы берем из какой-то скобки, либо отсюда берем, там, вектор, у которого обсится на единицу меньше, чем рентината, либо отсюда берем. То есть мы берем на самом деле несколько векторов отсюда и несколько векторов отсюда. И вопрос, сколькими способами мы из вот таких вот штук получаем К в какой-то степени там и В в какой-то степени. Так вот, господа, оказывается, оказывается, что мы можем опять сделать так. Вот там на картинке все видно. Покажи картинку. Мы можем сказать, что вот эту параболу. Видите, да все? Параболу. В виде суммы таких векторов представимы в точности, да, да, вот здесь, в точности точки, которые удовлетворяют некоторому специальному условию. Для того, чтобы это условие понять, давайте будем следить за такой величиной. давайте будем просто-напросто складывать несколько подряд из этих векторов. Это очень легко, да? 0,1 плюс 1,2 плюс и так далее, и так далее, плюс, дошли до какого-то места, там, n-1, n. Вот что у нас получится? Сумма числа от 0 до n-1 это n-2 минус n-1, а здесь получится n-2 плюс n-1. Ребята, согласитесь, это очень похоже на n, но здесь n-1 не великая разница. Посмотрите, что произошло. Мы получили вот это выражение и каждый раз мы брали максимально высокие вектора, да? Мы все время брали вот из начала, они же называют максимально высокие. Если мы то же самое переставили, то здесь переставили. А что это такое? это сдвиг на вектор с координатами k-a. Так вот, господа, сейчас нужно каким-то комбинаторным способом доказать следующий факт. факт. На всех точках лемма, если число x имеет вид n-квадрат минус n-пу-полам плюс k, а y имеет вид n-квадрат плюс n-пу-полам минус k, то количество представлений вектора xy через вектор и вето альфа вето альфа и бета в число неотрицательное, beta в число неотрицательное, альфа целая, бета целая, значит, я так уменьшу. В это целое, и самое главное, альфа минус бета по мокрой равной единице, так вот, это самое количество представлений равно, оказывается, ничем не будь, а В это комбинаторный смысл нашего творчества. Вот, замечательным образом, надо сначала понять, о чем речь, потому что, я, конечно, могу доказывать по голове, но перед тем, как доказывать, надо понять, о чем вообще здесь речь. Слева у нас написаны вот произведения с конечного хранического стула. Когда мы их перемножаем, на самом деле мы складываем, берем понесенных этих векторовчиков и смотрим, сколькими способами у нас этого предстоит. Здесь ни одного вектор не проявляет, то есть считается 0,0, это тоже так единица получается, да? Справа у нас написано, что называется ответ. Заметьте, здесь пробегаем по всем целым числам первых.